В тот день, 4 апреля 1865 года, Авраам Линкольн лег спать раньше обычного. В Белом доме царила тишина. Вдруг он услышал подавленные рыдания и вздохи. Президент США встал с постели, прошел в другую комнату, спустился по лестнице, но никого не встретил. Линкольн дошел до восточных апартаментов Белого дома и увидел страшную картину. Посреди огромного зала стоял гроб, а вокруг него почетный караул. Люди в трауре один за другим подходили к покойнику, чтобы проститься. Так 16-й президент США оказался на своих похоронах во сне. Авраам Линкольн проснулся в холодном поту. Этим же утром он оставил запись в своем дневнике. Я увидел катафалк в окружении почетного караула и спросил, кто умер в Белом доме. Президент, ответил мне солдат, мне стало не по себе. Через 10 дней, 14 апреля 1865 года, сон Линкольна сбылся. Американский президент был убит из пистолета во время спектакля в театре Форда в Вашингтоне. Меня зовут Анна Чапл. И я начинаю расследование. Как действует механизм вещих снов? Мозг генерирует электромагнитное излучение. Почему народное поверье гласит, что вещи и сны снятся именно в ночь с четверга на пятницу? Сон становится фатальным только в том случае, если человек не пробует что-то менять. Почему мозг во время сна работает на пределе своих возможностей? Лежит череп этот человеческий, который показал мне Богородица вот в этом то ли сне, то ли ведении. Как заглянуть в сновидение спящего человека? Сновидение – это сказки, которые мозг сам себе рассказывает. Подвластны ли человеку собственные сны? Состояние ли он управлять ими? Память конструирует события, даже те, которые и не было. Тайны мира. Вещи и сны. Вещи и сны накануне собственной смерти или смерти близких снились многим известным людям. Михаил Ломоносов видел во сне смерть своего отца. Жена Юлия Цезаря Кальпурния накануне покушения на мужа увидела во сне, как держит его мертвого в своих объятиях. Митрополит Московский Филарет увидел во сне покойного отца, который предсказал, что владыка скончается 19 ноября 1867 года. Так и произошло. Сновидения, как сигналы, появляются в нашем головном мозге не случайно. Они несут жизненно важную информацию, которую мы не всегда можем правильно трактовать. Это незнание часто оборачивается настоящими трагедиями. Больше половины жизни мы живем в потустороннем мире. Мы видим его, чувствуем, двигаемся внутри него. Этот мир существует, и для каждого человека он свой. Мир снов, в котором каждый знает все, что было, есть и будет. Ученые подсчитали. Человек спит треть своей жизни. Это почти 25 лет. Из них 12 лет нам непрерывно снятся сны. Почему, когда мы просыпаемся, мы не всегда можем вспомнить, что нам снилось? И никогда не можем пересказать сон во всех подробностях. Детали ускользают от нас. Как возникают в нашем подсознании сны, которые принято называть вещами? Многие ученые отрицают существование вещих снов, считая их пустым предрассудком. При этом ни один ученый в мире не способен сказать точно, как на самом деле работает мозг человека во сне. Возможно, наше подсознание способно предугадывать события. Та информация, которая в подростовании для нас была незначимой или малозначимой, или большое количество разнородной информации, она во время сна может вот так вот слиться. И из этого может выйти какой-то новый уровень прогнозирования событий. Наши предки использовали вещи и сны как источники информации. В Библии описано более 40 таких случаев. Ветхозаветный фараон увидел во сне 7 колосьев полных, а потом 7 колосьев сухих и тощих. Пророк Иосиф объяснил, будет 7 лет изобилия, а потом 7 лет голода. Фараон велел заготовить хлеб заранее, и когда после недолгого процветания началась засуха, Египет остался единственной житницей в голодном регионе. Ранее христиане верили, вещи и сны посылает Бог. Особенность этой литературы в том, что автор никогда не лгал, потому что ответ он будет держать перед Господом Богом. Свои наблюдения о том, какие именно сны считать вещами, наши предки передавали из уст в уста. Так появились всем известные сонники. Рыбы снятся к болезни. Увидеть во сне абрикосовое дерево или срывать абрикосы жизненным неурядицам. Попасть во сне под проливной дождь – это к деньгам. По крайней мере, так обещали сонники с древнейших времен. Почему именно рыба – абрикос и дождь? Возможно, это некие коды. Именно так в нашем подсознании закодированы понятия болезни, неудачи и денег. Почему именно эти образы, а не другие? Римские императоры, желая предвидеть будущее, ночевали в храмах. Считалось, что именно в священных стенах приходят пророческие видения. Наутро придворные ученые в деталях записывали все, что приснилось императору накануне. Когда видения были непонятными, созывалось специальное заседание Сената, на котором обсуждались сны кесаря, как дела особой, государственной важности. Царские ночные видения в те времена считались посланиями богов. За неверное толкование вещего сна грозила смертная казнь. Та же участь ждала тех, кого римские прорицатели видели во сне в виде врагов. Каков механизм возникновения вещих снов? Ученые считают, мы видим так называемые вещи из сны, искусственно созданные нами самими. Американские нейрофизиологи Джон Сикарт и Перри Вуллин в 1995 году при помощи гипноза вводили испытуемых в состояние, близкое к ночным видениям. Только так в нашем сознании можно отделить сон от реальности. В ходе эксперимента выяснилось, увиденное во сне человек подгоняет к реальным ситуациям. Если это совпадает, то сон сразу же причисляется к разряду вещей. За две недели до того, как сгорела Останкинская телебашня, приснилось, что Останкинская телебашня сгорела. Это же, конечно, вещий сон. Но и никто не мешал ходить мимо Останкинской телебашни, а потом увидеть какой-нибудь пожар, а во сне это все вместе произошло. Психологи уверены, наше сновидение – это продолжение психической активности человека в состоянии покоя. У нас болеет близкий человек. Мы боимся, что он умрет. Но он же еще не умер, обратите внимание. А уже языковая природа нашего сознания приводит к тому, что мы все эти события уже наперед выстраиваем. Мы боимся, что он умрет. То есть этот весь ряд, оказывается, выстроен в нашем сознании. Вещий сон – загадочное явление. Он может нести в себе судьбоносную информацию, которая касается даже посторонних людей. Каким образом такой сон возникает в сознании человека? Я расстроила все тайны. Людмила Олейник живет в небольшом поселке под Нижним Новгородом. В прошлом – школьный учитель. Она никогда не верила в вещи и сны. Но однажды под утро ей приснился страшный сон. Вижу, стоит Богородица, ниспадающий такой одеждой до пола. И вот так руку отводит в сторону и говорит – вот девочка. Стоят две девочки. Одна ко мне лицо, но вместо лица у нее череп белый, как будто ему сто лет. Ничего нет, белый череп, страшный. А другая девочка стоит ко мне спиной. Даже лица я ее не вижу. Людмила Олейник проснулась в холодном поту. Тогда она даже не подозревала, что это вещий сон. И связан он с ужасной трагедией, которая произошла в 15 километрах от ее дома. 28 июня 2001 года в деревне Старой Ключище Нижегородской области пропали две школьницы. 14-летняя Юлия Никандрова и 12-летняя Оля Левакова. Вот она отрисала мне. Я все и берегу. Подружки пошли за ягодами, но домой не вернулись. С тех пор девочек больше никто не видел. Вон видите, ямочек-то, бугорочек-то. На нем даже нашли, собрали три букетика связанных было. Эти, крупляники. Мне даже их так не оставили. Олю и Юлю искали всей деревней вместе с сотрудниками полиции. Прочесывали все леса и поляны вокруг, но девочки как в воду канули. Пользовалась спецтехника, то есть вертолеты. И большое количество людей было привлечено. От курсантов школы милиции до военных, которые прочесывали практически каждый сантиметр. Территории там водоема осматривались. Жительница соседней деревни Людмила Олейник не принимала участия в поисках пропавших детей. В то утро, после увиденного страшного сна, она постаралась забыть о нем как можно скорее. А после обеда отправилась в ближайший лес собирать корни шиповника. Иду, ничего не подозреваю, конечно, и вдруг подхожу к месту, и лежит этот череп этот человеческий, который показал мне Богородица вот в этом то ли сне, то ли в день. Ну, конечно, я столбенела. Именно эти черепа указывала ей Богородица во сне. Учительница вызвала полицию. Прибывшие оперативники обнаружили захороненные человеческие останки. Судмедэксперты установили – это тела пропавших девочек. Людмила Васильевна до сих пор поражается. Во сне она абсолютно четко и ясно увидела это место, хотя раньше никогда здесь не бывала. Если бы я могла пройти пять метров или там три влево или вправо, я могла бы это не видеть. А меня точно подвело вот к этому месту. Ну, точно, как будто вот по компасу меня кто-то вел. Почему за десять месяцев, что шли поиски девочек, никто из жителей деревни не наткнулся на тела? Каким образом Людмила Олейник на расстоянии во сне точно увидела место, где лежат останки? Родственникам пропавших девочек тоже снились сны, пока шли поиски. Снилась маленьенько так, вроде она, но там все, лица нет, ничего нет, она бежит, меня встречает. Сергей Долженко, который называет себя исследователем и толкователем сновидений и занимается этим больше 15 лет, уверен, этот сон бабушки пропавшей Оли Леваковой – ничто иное, как так называемая внетелесная встреча. Внучка пришла проститься. И действительно, как потом выяснилось в ходе расследования, на момент сна Оли Леваковой в живых уже не было. Главный образ, указывающий на то, что Оля была уже мертва, объясняет Долженко – отсутствие в сновидении лица девочки. Если человек встревожен тем, что пропал его близкий, то логично предположить, что и сам пропавший встревожен таким поворотом судьбы и непременно придет и в нетелесное, если он не может, в физическом теле и попытаться успокоить, рассказать, что с ним произошло. Валерий Леваков – дядя пропавшей Оли. Он вспоминает, однажды после очередного безрезультатного поиска девочек ему приснился сон, которому он сперва не придал никакого значения. Из всех деталей ночного видения он помнит только две. Ему приснился лес и овраг. Именно там и нашли тела девочек. Получается, сон Валерия указывал, где следует искать детей. Он приснился как раз в ночь с четверга на пятницу. По старинной русской традиции такой сон считается вещем. Известно, что славяне издревле почитали пятницу как главное женское божество. А четверг с пятницей олицетворяли союз мужского и женского богов Перуна и Макоши. Согласно языческим верованиям, в пятницу женщины не пряли и не стирали, а мужчины не пахали. Для того, чтобы, как говорили наши предки, не запылить пятницу и не засорить ей глаз. Запрет на работу после темноты нашими предками выполнялся неукосницией. Это время свободное от суеты и повседневных дел. Они посвящали разгадыванию снов, которые привиделись накануне ночи. Имеет ли эта древняя традиция свою силу сегодня? Факты из реальной жизни не убавляют скептического отношения ученых к вещим снам. У них своя версия, почему мы видим во сне те или иные события. Мы не отражаем мир. Там есть, конечно, элементы отражения, но большей частью мы его конструируем. Конструируем в соответствии с нашими проблемами, личностью, пирамидой реальности. Память конструирует события, даже те, которые и не было. Другими словами, так называемые пророческие сновидения возникают в результате бессознательной работы мозга во время сна. Известно, что мозг состоит из двух полушарий. Правая заведует образным мышлением и эмоциями. Левая осуществляет логические операции. Во сне операции, осуществляемые левым полушарием, прекращаются. Работает только правая полушария, порождая произвольные и самые фантастические сценарии снов. Ученые уверены, вещи и сны – это не путешествие в будущее, а случайное сочетание образов, уже имеющихся в памяти. Например, допустим, человек заходит к себе в кабинет и краем глаза видит, что там бумаги на столе как-то не так лежат. Он может на это не обратить внимания, но ночью ему может присниться сон о какой-нибудь опасности. Что там его партнеру подводят или еще что-нибудь такое. А на самом-то деле это просто мозг сигнализировал, что у тебя из нитки в бумагах порылись. В то же время исследования ученых показывают – сильное желание другого человека подать весточку о себе трансформируется в направленный поток энергии, который и доходит до нас. Мозг генерирует электромагнитное излучение, энцефалограмма – это ведь электрическая активность мозга. Вот мы берем телефон, ведь откуда сигнал берется? Вот откуда-то отсюда. Он его воспринимает. И вот близкие родственники – это известный достаточно факт на расстоянии – могут эту информацию как-то воспринимать. Значит, все-таки не все так однозначно. Вещий сон. Что это такое на самом деле? Как возникают сновидения? Сегодня это можно увидеть собственными глазами. Это самая известная лаборатория сна в России. Медицинский центр клинического санатория Барвиха. Каждую ночь здесь исследуют сон человека. Эту женщину сейчас готовят к полисомнографии. Именно так на языке ученых называется исследование деятельности мозга во время ночного сна. Сейчас мы все приклеим с вами. На голову ставится семь штук. К телу женщины медсестра прикрепляет 18 различных датчиков. Они будут фиксировать медицинские показания и значения. Пульс, активность мозга и мышц, насыщение крови кислородом. Затем женщину укладывают на специальную кровать. Здесь она проведет всю ночь, в течение которой за ней непрерывно будут наблюдать и медперсонал, и видеокамера. Медицинские показания пишутся в режиме реального времени. В этом компьютере фиксируется буквально каждое движение, каждый вздох, все сигналы мозга спящего человека, все движения глаз и напряжения мышц. Это позволяет определить, в какой стадии сна находится человек. В виде волн записывается активность, и по ним уже можно определить структуру сна. Сейчас мускулы спящей женщины расслаблены, пульс замедлен, дыхание ровное, сновидений нет. Такой сон ученые называют медленным, и длится он час-полтора. Медленный сон больше ответственен за физическое восстановление организма. Было показано, что когда, например, здоровым добровольцам давали физическую нагрузку, то в первую очередь в ответ на эту нагрузку на следующую ночь у них увеличилось количество медленного сна. Но вот спящая женщина, не просыпаясь, начинает шевелиться. Под ее веками заметно движение глазных яблок. Это быстрый сон, или, как его еще называют, рэмфаза. Он длится минут 20. И именно в этот момент рождаются сновидения. Сны, утверждают ученые, снятся каждый день. Просто к утру большинство из них мы успеваем забыть. В этот момент, если мы разбудим пациентку, то она расскажет, что ей снится. К сожалению, мы пока еще не можем зафиксировать, что, собственно, с ней. В фазе быстрого сна мозг более активен, чем в состоянии бодрствования. Ученые поясняют, в этот момент мозг работает так же, как, например, во время занятий бегом. Причина такой бурной активности в тот период, когда, казалось бы, мозгу нечего делать, один из самых сложных вопросов, поставленных перед современной наукой. Точно узнать, что в это время происходит в голове мы не можем. Мы можем только косвенным образом снимать, да, лектические символи, сигналы, измерять концентрацию каких-либо жидкостей, там, эллионов. Потом снова наступает медленный сон и снова быстрый. Всего сон проходит через пять фаз. Это при условии, что спите вы нормальное для здорового сна количество часов. Семь-воземь. И сновидение, как говорят ученые, это не что иное, как результат беспорядочной электрической активности нашего мозга. Нейроны, взаимодействуя между собой, формируют сложные электрические импульсы, которые контролируют деятельность всего организма. Практически каждые 90 минут стволовая часть мозга рассылает в хаотичном порядке электрические сигналы. Передний мозг, который отвечает за аналитическую часть, отчаянно пытается разобраться в этих импульсах. Сновидения как раз единственный способ их упорядочить. Центр, который связан с возникновением сна со сновидениями, находится в области где-то Воролевого моста. Где-то вот здесь вот находится этот центр. И считается, что именно он запускает ту часть сна, которая относится к сновидениям. Получается, что так называемые вещи и сны – это просто игра нашего сознания? Или ученые заблуждаются? Игорь и Валентина Светчикова из Набережных Челнов к вещам с нам всегда относились с юмором. Пока один из них не стал страшной явью. Особенно перед Настей я себя чувствую очень виноватым. Потому что, наверное, если бы у меня была сила воли посильнее, я бы, наверное, не допустил, чтобы они все же поехали. В феврале 2006 года Светчиковых пригласили на свадьбу родственники, живущие в соседнем городе. В ночь перед отъездом Игорь Светчиков увидел странный сон. Как будто я сижу на дереве и начинаю падать. Но не просто падаю, а ломаю сучья. И вот когда я упал, куча бревен почему-то шлифованных, срубленных, летит на меня. Проснувшись, мужчина решил не обращать внимания на кошмарный сон. За завтраком младшая дочь рассказала, что ей тоже в эту ночь приснился страшный сон. Она все конкретно видела. Она видела вот эту деревню, эту аварию, разбитую машину, видела кровь. Через несколько часов в машину, в которой находились две старшие дочери Игоря Светчикова, Настя и Женя, влетел КамАЗ, доверху груженный бревнами. Все четыре человека, которые были в машине, погибли за одну секунду в момент столкновения. Чаще всего можно изменить вот этот ход, показываемый сновидением. И сон становится фатальным только в том случае, если человек не пробует что-то менять. Через два года после страшной трагедии, в которой Светчикова потеряли двух дочерей, Валентина узнала, что снова беременна. Муж, конечно, обрадовался, но понимал, рожать в 49 лет очень опасно. Этой же точки зрения придерживались и местные медики. В консилиуму собирался, вообще шансов не было. Сразу сказали, что шансов нет. Валентине врачи посоветовали прервать беременность. Накануне операции Игорю снова приснился сон. Он увидел покойную бабушку. Она строго смотрела на него и грозила пальцем. Она мне приснилась, как будто мы на старой даче. Дача у нас такая, ну, типа домика. Она на втором этаже, а внизу три мальчика. Им лет 10-12, именно вот в этом возрасте. Игорь проснулся и рассказал все жене Валентине. Супруги решили довериться вещему сну и отказались от аборта. Валентина Светчикова родила тройню. Без каких-либо осложнений для собственного здоровья и здоровья детей. Неужели сны, которые приснились Игорю Светчикову, всего лишь образы, сгенерированные мозгом, совершенно случайно? Я расстроила все тайны. Многочисленные исследования ученых доказывают, в момент сновидения мозг человека образует новые причудливые логические соединения. При этом новая информация всегда сопоставляется с прошлой. Участки мозга, содержащие память о предпредшествующих событиях, растормаживаются, причем они растормаживаются достаточно хаотично. И получается такая небывалая комбинация бывалых впечатлений. Медики подтверждают, во сне мы действительно можем видеть будущее. Человек может еще не знать, что заболел, но в крови, в пораженных клетках, в мозгу, эта информация уже есть, и она отражается в наших сновидениях. Установлено, когда человек заболевает, он видит сны чаще обычного. Задолго до явных признаков недуга они становятся неприятными и порой кошмарными. Может присниться кровь, покойники, могилы или протухшее мясо. Древние врачи Гиппократ и Галент заметили, что характер сновидений напрямую связан с болезнями. По снам даже ставили диагноз. Римские врачи описали случай. Их пациенту приснилась змея. Во сне она ужалила его в руку. Через неделю у пациента началась гангрена руки. В начале 20 века известный биолог Илья Иванов описал случай. 13-летней девочке приснился большой орел. Он клевал ее в печень. Через месяц у нее обнаружили хронический гепатит. Подобных примеров признаются врачи в научной медицине сотни. То, что не доходит до сознания человека, он может воспринимать, когда мозг заснул и обратился больше внутрь себя, а не наружу. И, допустим, у человека опухоль в желудке растет, а ему снится, что его в живот змея кусает. Получается, что так называемый вещий сон – это своеобразный самоанализ, самодиагностика организма, происходящая в глубинах подсознания. Но есть люди, которые утверждают, что подсознанием во время сна можно управлять. В этом смысле особенно интересна возможность управлять сюжетом. То есть, когда мы, скажем, наблюдаем какой-то негативный сон, который предвещает какие-то неприятные последствия для нас, мы можем их уже заранее попытаться скорректировать. Программист Артем Синин занимается практикой так называемого осознанного сновидения более десяти лет. Артем утверждает, во сне он может оказаться на Гавайях или в любом другом месте нашей планеты. Также при желании он может посетить сон другого человека, чтобы поговорить с ним. Химик Алена Шабалина занимается практиками осознанных сновидений первый год. Она утверждает, что во сне ей удается видеть предметы, которые находятся в незнакомой комнате. На днях, признается Алена, она побывала в гостях у своего друга, живущего в Екатеринбурге. Я переносилась к нему, разглядывала предметы. И потом, уже утром, мы согласовывали это. То есть, что я увидела, что был на самом деле, допустим, у него какой-то предмет. С прятаном где-то. Это расстояние в полторы тысячи километров. Мы решили проверить способности Алены Шабалиной при помощи небольшого эксперимента. Заснуть и в состоянии осознанного сна попытаться определить число яблок, которые мы положили в коробку. За состоянием Алены в момент осознанного сна будет следить нейрофизиолог, специалист по феноменальным способностям человека Ольга Кайокина. На энцефалограф будут поступать данные с 20 датчиков, прикрепленных к голове Алены. Затем полученную информацию обработает специальная компьютерная программа, которая регистрирует энергетические источники ритмов головного мозга. Нас интересуют все структуры головного мозга. Тем более, что программы позволяют нам определить и активность тех областей, которые находятся ниже коры головного мозга. Помимо датчиков энцефалографа, к Алене прикрепляют специальное устройство анаэрограф. Он будет фиксировать дыхание девушки. Эти показания также немаловажны. По условиям эксперимента, во время осознанного сна, Алена должна дыханием дать сигнал. Это будет еще одним подтверждением того, что сном можно управлять. Алена кладет голову на край кушетки. В этом, как она признается, секрет ее успеха в управлении собственным сном. Алена, закрываем глаза, расслабляемся, и я начинаю запись. Буквально за три минуты Алена входит в состояние сна. На графике энцефалографа это сразу отображается вот таким высокочастотным колебанием. Сон ее достаточно глубокий. Об этом говорят вот эта медленная тетаволновая активность и дельта волны. Еще через две минуты размеренное дыхание прерывает несвойственный для состояния сна двойной выдох. Этот сигнал на графике анаэрографа отображается в виде вот этих двух близко расположенных линий. Это тот самый знак, говорящий нам о том, что девушка находится в стадии осознанного сна. Известно, что такого рода методики были частью восточных духовных практик, таких как индуизм и даосизм. Психиатры предостерегают. Осознанные сны граничат с психической патологией. Те, кто умеет ими пользоваться, признаются, там нет тормозов. Во сне у человека получается все. Между тем, опыт, переживаемый в осознанных сновидениях, запоминается телом, фиксируется на уровне не только мышечной памяти, но и высших мозговых рефлексов. Врачи считают, что осознанные сны в некоторых случаях могут спровоцировать даже шизофрению. Наш эксперимент продолжается. На графике анаэрографа появляется второй сигнал дыхания. Он означает, Алене удалось рассмотреть в коробке яблоки, и она готова выйти из осознанного сна. Интересно, что она скажет? Я ходила по комнате, и она пыталась посмотреть, сколько яблок в коробке. Сколько же яблок там лежало? Я думаю, три. Это непостижимо. Девушка указывает правильно не только количество яблок, но и их расположение. Они выложены треугольником. Каким образом Алена во сне смогла определить точное количество предметов в коробке? Что это? Неизвестные возможности нашего мозга? Может быть продемонстрированы в эксперименте внетелесный опыт и есть не что иное, как подключение к так называемому энергоинформационному полю Земли? Я расстрою все тайны. Академик Вернадский высказывал мысль о том, что наша планета имеет биоэнергетическую оболочку, которую он назвал ноосферой. Сегодня все больше ученых признают обоснованность гипотезы о существовании глобального электроинформационного поля. Причем в нем, как в зеркале, отражается все происходящее на Земле. Это означает, что оно содержит информацию не только о прошлых и текущих событиях, но и о том, что еще произойдет. Считается, что когда человек бодрствует, его канал связи с информационным полем Земли заблокирован. А во время сна блокировка снимается. 29 августа 1883 года американский журналист, редактор отдела новостей газеты Глоб Эдуард Сэмсон заснул после работы на редакционном диване и увидел кошмарный сон. На одном из островов, который в его сне почему-то назывался Праламе, происходил чудовищный катаклизм. Обезумевшие от ужаса туземцы бегут к морю, спасаясь от потока кипящей лавы, извергаемой вулканом. Огромные грязевые потоки смывают людей в море. Громовые раскаты сотрясают небо и землю, а гигантские волны швыряют корабли, как щепки. И, наконец, в завершение взрыв, оставивший от острова лишь огнедышащий кратер среди пенящегося моря. Около трех часов утра Сэмсон проснулся в редакции. Весь в поту от пережитого во сне кошмара. Чтобы прийти в себя, он облил голову из графина и пошел к своему столу. Где его ждали не отредактированные телеграммы? Сэмсон никак не мог собраться с мыслями. Увиденное было столь поразительно подробно, что он тут же записал свой сон на бумаге и отправился домой. Явившись утром, шеф-редактор решил, что Сэмсон принял это сообщение ночью по телеграфу. И, недолго думая, отправил в печать. Заметку Сэмсона тут же перепечатали все основные газеты США. Но вскоре статью назвали наглой и циничной уткой. Ведь острова Праламе на картах не существовало. Сэмсона тут же уволили с работы. Через несколько дней прогремел взрыв, от которого содрогнулась вся планета. Извержение вулкана Крокотау, расположенного между островами Ява и Суматра, стало самым мощным за всю историю человечества. Звук взрыва был слышен на расстоянии 5000 километров. Воздушная волна трижды облетела Землю, а столб вулканического пепла поднялся на высоту 50 километров. Погибло 36 тысяч человек. Уже позже выяснилось, что Праламе – старинное туземное название вулкана Крокотау. Статистически это как бы вполне могло быть. Никакого чуда нет. Могло присниться это человеку, который занимается новостями, в том числе пробуждением вулкана? Могло это присниться. Могло это касаться именно Крокотау? Могло. Нечто подобное произошло и с американцем Элиасом Хоу, изобретателем швейной машинки. Он долгое время бился над тем, чтобы узелок завязывался в иголке автоматически. Однажды ночью ему приснился сон, что он на необитаемом острове и вокруг него туземцы. Тыщут в него копьями, а у каждого копья на Австрии есть отверстие. Проснувшись, изобретатель понял, что ушко иголки у швейной машинки нужно перенести вниз. Тогда узелок будет завязываться механически. Федор Сычев из набережных Челнов увидел во сне велосипед необычной конструкции. Все едут так, крутят, я еду наоборот, вот так. Я слез, и только я успел рукой пощупать сразу. И у меня пальцы провалились по сне, я проснулся. Сначала Сычев просто усовершенствовал родной велосипед, установив сложную систему подшипников и каретки. А потом перенес звездочку назад, установив ее над задним колесом. И теперь, благодаря роликам и кареткам, не требуется никаких усилий, чтобы подняться на таком велосипеде в гору. Любой позиции я начинаю крутить, у меня уже мертвая точка ушла. И у меня понят, я делаю только ход ногами. Туда и сюда, туда и сюда. Значит, любой пожилой человек... Я вот, у нее сколько? Восемь, девятый год езжу на этом велосипеде. И у меня ничего не сломалось с нами. Гениальный авиационный конструктор Игорь Сикорский также всерьез считал, что один из его снов определил все его будущее. Этот вещий сон Сикорский увидел в 1901 году, когда ему было 11 лет. Он идет по длинному коридору, ковер, отделанный деревом, дверь кают, свет. Вдалеке была дверь. Когда он открыл эту дверь, он попал на капитанский мостик фантастического воздушного корабля. Когда Сикорский проснулся и рассказал свой сон родителям, те только над ним посмеялись. В те времена летающие аппараты еще казались фантастикой. Прошли годы. Игорь Сикорский создал целую серию самолетов и вертолетов, став знаменитым на весь мир конструктором. Однажды, находясь на борту своего очередного самолета, Сикорский наблюдал за ходом полета. Темнело. Внезапно включили свет, и он замер в изумлении. Ведение детского сна через 30 лет с необыкновенной точностью воплотилось в реальной жизни. Или это мгновение из будущей жизни явилось маленькому мальчику во сне? Я расстроил все тайны. Ученые не раз пытались объяснить этот феномен. Иногда в настоящем у нас возникает ощущение дежавю. Мы понимаем, что когда-то именно такую картину мы уже видели. Такие слова мы уже говорили. Детали совпадают до мелочей. Ученые подобный феномен объясняют просто. Подсознание человека работает настолько тщательно, что запоминает подчас те образы, которым мы не придаем особого значения. Еще один известный факт. Великий русский химик Дмитрий Иванович Менделеев долгое время не мог расположить химические элементы в своей таблице. Считается, что завершить свое открытие химику помог вещий сон. Некоторые историки утверждают, однажды во сне он увидел расположение элементов в таком виде, который показался ему идеальным. У других историков противоположное мнение. Периодическая таблица химических элементов пришла Менделееву не во сне. Они утверждают, он сам придумал эту легенду, иронизируя над завистью бездарных коллег, бесплодно просиживавших штаны на кафедрах. Многие историки сходятся на том, что открытие Менделеевым периодической таблицы химических элементов случилось за чашкой утреннего кофе. Он проснулся утром в хорошем настроении, что очень редко бывало. Попил молочка тепленького, поел там коржиков рисовых, которые пекла его кухарка лучше всех. И взял какую-то бумажку и стал на ней набрасывать элементы, ориентируясь на их атомный вес. Ученые поясняют этот факт. Если у человека есть заветная мечта, то его мозг постоянно работает над решением этой задачи. Разрабатывает планы, каким образом достичь цели и как именно добиться нужного результата. Иногда человек думает об этом во сне, сам того не осознавая. Именно отвлечения от внешних факторов помогают нам найти решение, над которым мы безуспешно бились наяву. Причины ночной гениальности долгое время были неизвестны ученым. Теперь подобные истории из жизни самих ученых наконец-то получили свое научное объяснение. Человек просто работает, работает над какой-то проблемой, мозг у него все время ее прокручивает. И потом действительно на основании тех фактов, которые в бодрствовании человек не мог бы, например, сложить, каким-то образом не получалось у него, во сне это получается. И потом действительно то, что во сне он видит, то сбывается. В конце 40-х годов прошлого века в Нью-Йорке открылось бюро вещих снов, где ежедневно записывались, а потом анализировались, сопоставлялись с реальными фактами сотни сновидений, сообщающих о будущих катастрофах и сменах правительства. Через 60 лет кропотливой работы было подсчитано. Из миллионов предсказаний действительно пророческих снов было всего 10. Вещи и сны существуют, но вероятность их увидеть равна 1 в 22 тысячах. Вещи и сны испокон веков имели власть над людьми. Да и сегодня, похоже, ничего не изменилось. Кому-то сны помогают делать научные открытия, кому-то предсказывают несметные богатства, а кому-то несчастье. Настоящие вещи и сны снятся редко, но все же это случается. И может быть, именно сегодня вам приснится сон, который изменит вашу жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok